друзья всем привет с вами алка сенсей и передо мной импровизированный набор из закусочки рулетик из говядины и лаваш не порезанный а вот так вот оторвано поломанный собственноручно друзья естественно под такую закусочку как вы догадались мы сегодня будем пить водочку да еще и какую водочку я бы назвал это наверное ну достоянием республики армения судя по тому какое количество этой водки в магазинах представляю вам водку огонян так вот судя по тому какое количество этой водки в магазинах а это самая распространенная марка здесь я вам так скажу вот видимо больше всего огонян в умение и пьют данную данную марку водки я встречал в россии она продается в россии и в россии она тоже стоит не дешево ровно как и здесь данная бутылочка объемом 05 досталось не в переводе на российские рубли примерно за 1300 рублей я лично своими глазами видел эту водку в сети алкотека за 1200 потом на поставили акцию стали продавать за 950 если мне не изменяет память ну в общем можно сказать что примерно цена в таком же районе вышла как и здесь на сайтах в других областях россии я видел эту водку по цене 1700 рублей за объем 05 ну вот немножко поговорили про цену а теперь давайте поговорим не просто непосредственно про водку реально данная водка есть в каждом ресторане куда они заходили в каждом кафе я наш скажем кафе обязательно есть какой-то набор из российской водки или хотя бы 1 2 3 вида российской водки несколько видов иностранной водки какой-нибудь типа абсолют финляндия возможно еще какие-то виды и агонян присутствует она агонян как аксиома агонян присутствует везде естественно я уже ее попробовал водка вызвала у меня восторг сразу скажу правда я не знаю из какой бутылки нам наливали потому что агонян айс а еще несколько видов есть агоняна и в темных бутылочках еще 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 там прямых их много очень разных видов сейчас давайте разберем агонян айс она это самый дешевый из того что видел вариант разновидности агонянов агонян водки и мы сейчас попробуем с вами посмотрите как она красиво оформлена матовая бутылочка я не скажу что бутылка очень дорогая но как пишут на сайтах если бутылку сильно очень охладить то она изменит свой цвет вот такая вот фишечка так открываем и будем наливать на удивление не заклеена циской место от которого нужно открывать так смотрите какая красивая такая контрольная такая идет этикеточка через всю бутылочку пробочку точнее через всю пробочку посмотрите какая прелесть вот такую прелесть я встречаю уже не раз она была и на французской водки она была и на какой-то из российских водок если мне не изменяет память по моему на водке метод хотя может и ошибаюсь и она же была на водке него проводку него кстати мы не так давно делали ролик новая водка тоже можете посмотреть сейчас по ссылочке появится а мы сейчас нальем я как всегда со своим бессменным ассистентом и сейчас мы с вами попробуем этот интересный продукт чем он интересный сейчас я вам расскажу чем и так господа водка чистого и прозрачного цвета полностью согласен полностью согласен давайте вот так вот поставим далее аромат офигеть не ну нас рюмки помыты все нормально реально аромат хлеба слушайте легкая такая спиртуозность и аромат хлеба что у нас здесь пишет продавец крупный ароматический букет водки многословен и наполнен щедрыми нотами зерновых культур дополненными тонкими нюансами хлебной корочки реально есть хлебный аромат вот я наверное впервые у водки ощущаю хлебный аромат и в меня начинают закрадываться смутные сомнения но сейчас я разовью дальше мысль вы понимаете вы поймете о чем я потому что перед тем как снимать ролик я внимательно изучил этикетку состав водки я внимательно прочитал то что написано на сайте у продавца по разным нюансам этой водки и у меня есть стойкое ощущение ну давайте же первую поскорее выпьем друзья чин-чин отдадим ассистенту рюмочку за ваши лайки подписки и конструктивные комментарии ну и как это водка или не водка по вкусу это водка рили вот мы выпили хорошая мягкая вкусная водка такая же водка которую мы пили недавно в ресторане мы заказывали грамм 300 мы были в восторге от нее и мне нужно закусывать она очень мягкая и вкусная вкус в изысканном хорошо сбалансированным и мягком вкусе водки обнаруживается нежнейшая текстура послевкусие теплая согревающая реально не хочется закусывать ребята я в восторге беззакусочная водка надо будет запомнить когда вы задаете вопрос про беззакусочную водку вот огонь он будет в топе наверное 5 офигенно очень мягкой круто пьется я в восторге давайте еще по одной и будем продолжать наше общение по поводу состава данного продукта а в составе у нас внимание барабанная дробь значит так а в составе у нас пшеничный спирт двойной дистилляции и очищенная родниковая вода друзья вода на втором месте а значит пшеничный спирт двойной дистилляции не 96 градусов и у меня есть смутные подозрения что это не ректификат в общем я не знаю кто нормально понимает в этой теме объясните ректифика 96 градусов вода на первом месте спирт на втором и это ректификат здесь написано дистилляция дистиллят пшеничный спирт двойной дистилляции и он на первом месте значит он не 96 градусов а меньше водичка его разбавили не настолько много чтобы водичка стала на первое место вы понимаете о чем я говорю да и тем не менее и тем не менее по вкусу это как водка как ректификат я не пойму в чем здесь дело но давайте еще раз выпьем чем-чем водка превосходно очень мягкая я когда я первый раз попробовал мне подумалось что там не даже 40 градусов ну крепости нет 40 процентов от объема ну давайте градуса называть по-простому как мы привыкли и тем не менее тем не менее пьется очень мягко реально очень такое теплое классное послевкусие да слегка покалывает но что вы хотите тем не менее это водочка и закусить совершенно не хочется вот я закуску положил максимум занюхать кстати нежнейший лавашек свежайший свежайший я бы так сказал так давайте немножко про интересные факты гастрономические сочетания рекомендовано пить водку как чистом виде так и входить вводить ее в состав коктейлей составить превосходную пару мясным или рыбным блюдом различным соленьем и холодцам полностью согласен это водка конкретно классическая без скажем так каких-либо сладких привкусов или еще каких-то не характерных приступ привкусов пьется отлично легко как видите давайте еще немножечко добавлю ассистент у вас есть там есть так что пишет про интересные факты друзья кстати вот здесь вот есть qr-код я его сразу не заметил надо было еще зайти на сайт производителя посмотреть кому интересно кстати вот еще раз покажу qr-код за скрините на или нажмете на стоп наведете камеру телефона и попробуйте перейти на сайт посмотреть что там пишут я тоже после съемки еще раз зайду посмотрю мне самому стало интересно ваша водка огонь ребята на мой взгляд если вы увидите ее в россии по 1000 рублей я я точно теперь буду знать что я ее возьму допустим я приехал в краснодар вот зашел в алкотеку увидел знакомую бутылочку вообще без проблем она стоит своих бабок вот мой вывод как бы на данный момент это очень круто легко пьющиеся водка да у нас есть водки которые мы уже обозревали крутые там по типу чистых роз которые очень эко супер мега пупер и так далее да но по факту чистые росы пьется рисковато есть онегин которые там тоже очень сложно делают с различными там настоями кураги изюма и прочего 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 с очень дорогой бутылка здесь бутылка не скажу что дорогая она довольно просто сделано хоть и матовое стекло вот но я вижу что само стекло недорогое то есть она не из толстого стекла хоть и матовая но содержимое содержимое просто превосходное и так водка огонь она и создана для самых утонченных ценителей крепких спиртных напитков которые по достоинству смогут оценить ее элегантный вкус для производства используется лучше пшеничный спирт все-таки написано спирт позволяющий максимально передать тандем традиционного подхода и современных технологий в производстве состав водки агонян айс входят следующие компоненты внимание родниковая вода и пшеничный дистиллят которые в обязательном порядке проходят 5 ступенчатую процедуру фильтрации с помощью серебра 5 ступеней фильтрации водно-спиртовая смесь проходит интерес привлекает к себе уникальная бутылка из матового стекла которая при максимальном охлаждении начинает менять цвет господа ну давайте еще по одной я как бы даже просто затрудняюсь еще раз по вкусу водка как будто ректификат что на бутылке что на сайте написано дистиллят кто сможет так сказать разложить мои сомнения по полочкам что же все-таки я пью она аромат водка но очень приятный вот реально хлебная корочка вот хлеб хлебушек реально хлеб ректификат вряд ли даст такой яркий аромат я реально когда дегустирую аромат водок крутых дорогих я ничего не чувствую если водка не особая обычная классическая я просто не чувствую спирта и говорю что-то нейтральное но здесь ощущается прям реально аромат хлеба и тем не менее если это ректификат как он может ощущаться вот для меня это непонятно давайте друзья чем чем водка очень интересная попробуйте я реально давно не видел такого вот чтобы я аж это самое заинтересовался какие мы только водки последнее время не пили даже те которых нет в россии да но чтобы настолько было интересно огонян круто давайте очень мягко вот реально мягкая вот как я называю нектар 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 даже закусывать не хочется реально ощущение что будто нет 40 градусов я понял я понимаю что там есть 40 градусов естественно ну это да даже я не оспариваю это в шутку говорю но это очень круто пьется очень круто пьется друзья мои я с огромным удовольствием продолжу знакомство с линейкой этой водки потому что там есть еще другие виды я же сейчас на данный момент с вами прощаюсь крепко жму руку не унывайте все будет хорошо ваш алка сенсей